Привет! Сегодня мне бы хотелось затронуть иную сторону ведения соцсетей. Все мы видим восхищение и уважение в сторону контент-деятелей, кучу лайков, комментариев с благодарностью и множество заказов. Но мало кто задумывается, что даже у самых вроде как неконфликтных блогеров есть куча скелета в шкафу и опыт негатива за спиной, о котором мало кто догадывается. Либо догадывается, но не видит всего масштаба проблемы. Поэтому в этом ролике я расскажу и наглядно покажу иную сторону своей интернет-деятельности. От срисовок до пожеланий бросить рисование на совсем. Я не буду упоминать сливы и прочее в сторону других художников, ведь это не мое дело и уже это их скелеты в шкафу, о которых они сами расскажут и если нужно. Заинтриговала? Что ж, приступим к моим историям. Наливайте себе горячий чай и укутывайтесь в плед, ведь мы тут надолго. Напоминаю о своем телеграм-канале для тех, кто хочет быть со мной чуточку ближе и следить за моими рисунками вне видео. Ссылочка в описании. Предупреждаю, будет очень много скриншотов, которые я буду засчитывать вслух, но далеко не на все смогу ответить. Почему? Трудно ответить что-то интересное на комментариях, где меня оскорбляют. Также я замажу все ники, дабы никто не пошел писать этим людям, ведь моя цель показать, а не призывать других к травле. Возможно, эти люди переосмыслили свои слова, кто знает. Итак, начнем путь через джунгли срисовок, через реку хейта и тропинку обсуждения меня в чужих телеграм-каналах. Первое. Хейт, творчество, странные комментарии и недокритика. С чего бы начать? Наверное, с разогрева. Вспомним что-то более давнее. Ах да, инстаграм. Думаю, многие знают, что в самом начале своего творческого пути я была инстаграм-художником. И, соответственно, оттуда я начну свое повествование. Я завела свою первую соцсеть в возрасте 12 лет. Кстати, прошло уже 6 лет. Олды, почувствуйте себя старыми. Первый год ведения аккаунта я не получала никакого негатива особо. Просто нейтрально положительный комментарий, ведь я не была сильно известной на тот момент. Но потом, с приходом популярности, начали появляться люди, которые не совсем понимали, что у них в ленте делают рисунки какой-то девочки, при том, что они явно не заинтересованы в подобном творчестве. Да и просто люди извне, которым так или иначе не нравилась моя деятельность, либо я как личность. Ну и начала замечать подобные комментарии. Что с ногами? Да, вроде все с ними окей. Вы уничтожили Гамбула. Вы что, издеваетесь, что с Гамбулом? Там на Гамбуле есть отсылки, как бы он выглядел в аниме. Ну блин, не так, ладно. Там штановские рисунки еще более-менее. Ну блин, чтобы настолько испортить Гамбула. Вы что, серьезно? Бедный Гамбул. Что с приключением и шеей? Соболезную, что мать? Позитивно, позитивно. Ладно, справедливости ради, иногда были прикольные комментарии в тот период. К примеру, эти. Стоп, это две девочки или мальчик и девочка? Слева парень, справа девушка. Да. Тогда действительно не было разницы между парнем и девушкой на моих рисунках. Аврора, ты почти всегда рисуешь девушек. Почему? Просто нравилось тогда. Мне кажется, астро приемная. Очень интересная мысль, однако. И еще такой вопрос. Аврора Фури? Нет, не Фури. Ладно, все, вернемся к теме. В целом, мне писали крайне безобидные вещи, но в свои 13 лет меня это задевало. Думаю, для многих это распространенная проблема, когда ты начинающий художник и любая критика или странный комментарий в адрес твоего творчества воспринимался как наезд в каком-то смысле. В целом, тогда под многими моими поставами можно было найти подобные комментарии. Достаточно безобидные, но главным апогеем стало вот это. Слишком плохо, серьезно. Лучше удали и больше никогда не рисуй. Это и одного лайка не заслужит. Видно же, что не старался. Да, это мой первый полноценный хейтерский комментарий. Когда меня это расстроило, а сейчас, ну, знаете, бывало и похуже. Звучит как шутка, но это было написано со второго аккаунта одной художницы. Проведя расследование, узнала, что ей 18 лет. Это было указано у нее в профиле. Мне же на тот момент было всего 14. Сейчас мне уже 18, и я не представляю, чтобы с фейка писала другим художникам помладше, что они ужасно рисуют. Как минимум, это указывает на некомпетентность тебя как творца. Продолжаем. Я поучаствовала в челлендже по типу злого арт-стиля, где вы меняете все свои фишки на противоположные. Прости, на второй арт вышел не очень. Не прощаем. Не знаю, как вам, но мне как-то не очень лицо Авроры и стилизация плюс реализм. Знал бы этот человек, как я сейчас рисую. Ты большая молодец, и у тебя высокий скилл, прогресс в артах, но тебе бы стоило немного разнообразить работы, позы. Это даже не критика, а просто пожелание. Надеюсь, комментарий не удалят, или я не получу бан. Комментарий достаточно позитивный, и я согласна с тем, что в тот период было много повторяющихся поз и идей, но в свое время он меня чуть задел. Да-да, настолько я была неженкой. Если бы глаза были чуть натуральней, выглядело бы гармонично. Чьи глаза? Ресницы на рисунке. Ну так это стиль художник. Понимаю. В целом, можно было до бесконечности прикладывать скрины с подобными комментариями и все их засчитывать. Давайте лучше перейдем к отборному негативу. К примеру, этот пост в Телеграме. У меня уже появляется чувство дежавю, когда я рисую тот или иной рисунок, будто я уже рисовала такую позу, но не помню когда. Ну что тут можно написать такого, спросите вы? Но этот комментатор нашел, что написать. Потому что ты и то же самое рисуешь, ты годами ту же самую фигню рисуешь и не улучшается. Разве что в покрасе. Анатомия, стиль и все другое уже долгое время в том же самом левеле ноль. Ты даже реализм не тянешь, а это база. Из тебя никчемный художник. Как для подростка, окей. Но как для будущей работы, вообще не дотягивает. Пишите мне в комментариях, что хотите. Тут и так только собрались малолетние девочки, которые летают, что знают истиной. Но я деле света говорю. Я с 2019 года на тебя подписана была. И ты меня даже вот можно помнишь. Я на твоем месте была. Я говорю, что быть популярной и рисовать только вот то, что от тебя хотят, к огромному прогрессу не приведет. Уйди с интернета. Начинай смотреть за комфорт-зоной. Ка, не сиди как баран. Бо-бо, полегче true fan свет Авроры Фокс 2019. Ну или то, как я нашла обсуждение меня в чужих комментариях. Часть я вырезала из разговора, так как это было открытое обсуждение. Так что другие участники чата обсуждали вещи, которые не относятся к теме. Например, итоги Авроры в инсте стрём были. Она сама по себе кринж. А итоги последнего детис убили. Она сама по себе кринж. Эта тупая, кстати, меня забанила за то, что я сказала, что у нее лайн не подходит под определение динамичный. Короче, эта личность меня бесит во всем. Типа забанила за то, что ты указала на ее ошибку. Или как? Не думаю, что динамичный лайн ошибка. Ошибка в том, что автор сказала, что у нее динамичный лайн, хотя это не так. А еще она называет скетч лайном. Она прикольно рисует. Бэээ. И как лично. Раньше арты у нее были лучше честно. Возможно, скоро она подрастет? С таким мышлением не думаю. В любом случае, когда-нибудь подрастет. Собрались как-то уж точно взрослые люди обсудить выскочку с Литаврору Фокс. Не спрашивайте, где конкретно я это нашла. Вообще, я не баню людей просто так. Так что, скорее всего, автор тех сообщений нагрубил кому-то еще. Все, соглашусь только с тем, что лайн у меня не совсем динамичный. Тут мой косяк, признаю. Вернемся к комментариям в инсте. В один из дней я обнаружила это сообщение с пустого аккаунта. Эммм, окей. И потом я сделала скрин этого сообщения и запостила к себе в сториз. Что вы думали? Правильно объявился автор этих сообщений, но уже со своего настоящего аккаунта с рисунками. Поплачу об этом, что я тебе к правду говорю. Не надо травить на меня своих маленьких девочек-школьниц. Ты ни на что не способна, я выиграл этот мир. Сколько бликов, фу. Тошно смотреть. Меня настигают позывы. Хочется плюнуть тебе в лицо, чтобы ты больше никогда не рисовала. Это противная штука, не имеющая никакого смысла, такая же пустая, как и ты. Какие милые сообщения. Потом я кинула его в ограничение доступа. Все-таки блокировать мне тогда казалось слишком. Поэтому я продолжила видеть его сообщения у себя под постами. Но уже видела их только я. Отвратительно. Грязь. Бездушное недоразумение. В итоге товарищ сдулся и получил от меня бан окончательно. У человека была аудитория в 400 человек, что и не много, но и не мало. Думаю, заказчикам было бы неприятно узнать, кому они платят свои деньги. Давайте переймемся на что-то приятное. А именно на экранный планшет Park Blue Coast 12 Pro 2-го поколения с еще более приятным опытом для пользователей. Внутри коробки находится сам планшет в упаковке. Стилус с удобным пеналом для хранения. И под ним же находится 8 сменных наконечников. А также две коробочки с проводами и перчаткой для рисования. Достаем сам планшет из упаковки и видим, что на задней части рядом с разъемами написано, где какая кнопка и какой конкретно кабель туда вставлять. Сбоку находятся колесико для зума и экспресс-клавиши, которые можно настроить под нужные функции. Также сам стилус достаточно легкий, а держать его очень удобно и пальцы не скользят, когда его держишь. И идет в комплекте с пенальчиком, дабы было куда его положить после окончания работы. В одной из коробочек находятся аж три кабеля для работы с разными устройствами, а именно USB Type-C, Type-C Type-C и HDMI кабель. А во втором находится гарантия в случае возврата планшета при поломке, либо по другим причинам. И удобная инструкция на нескольких языках. А также перчатка для того, чтобы не скользить по планшету во время процесса и тряпочка для протирки экрана. Сама же перчатка находится в многоразовой упаковке и для вас я ее примерю. Она идеально подходит по размеру. У меня уже был экраник Парбла пару лет назад и перчатка из той серии была великовата на меня. А тут самый раз. И небольшая визиточка Парбла. А также успокаивающе снимаю защитную пленку с экрана планшета. Сами кабели находятся в удобных многоразовых упаковках, в которые без труда можно сложить все обратно. Лично мне нравится то, что на кабелях написаны их номера, дабы было проще понять инструкцию. А точнее, куда вставлять тот или иной шнур. Подключив все кабели, настроив нажим и быстрые клавиши, я приступаю к работе и оценке. Начнем с характеристик самого планшета. Его размеры составляют около 36 на 22 сантиметра. Также присутствует кнопка настройки яркости экрана. Планшет обладает отличной цветопередачей и контрастом. Курсор практически не отстает от пера. В свою же очередь перо имеет 8192 уровня нажатия. Размера планшета достаточно для профессионального рисования, а также может служить вторым сенсорным экраном для работы над вашими проектами. Планшет поддерживается системами macOS и Windows и совместим с большинством программ для рисования. Во время работы я не заметила никаких проблем. Все отлично работает, цвета вкусны, а экран большой. А заказать планшет можно на официальном сайте Парбла. Так что поспешите стать прохудожником в своей сфере вместе с Парбла. А мы вернемся к видео. Второе. Сообщение в анонимке. Не секрет, но раньше у меня была анонимка, куда подписчики могли написать пожелания, задать вопросы или скинуть мемчик, когда не хотели писать в личку или комментарии. Сейчас ее нет, потому что в один момент пошел такой поток бреда, и мне это надоело. Все такие смелые писать в анонимные чаты в комментариях боятся. Ой-ой-ой. Безусловно, мне было приятно отвечать на ваши вопросы, читать приятные сообщения и прочее. Но это видео о темной стороне артблогерства, так что сейчас я зачитаю самое негативное. Фу, что за позорные рисунки, самой не стыдно выкладывать такое в интернет. Научиться бы тебе нормально краситься, понимаю, будешь говорить, что тебе так нравится, но объективно макияж, если это просто черные пятна под глазами, можно так назвать, плохой. Тебе даже люди говорят, что как будто тени размазаны. Хочешь делать темный макияж? Окей, сделай нормальный смоке айс. В чем проблема? Проблем нет? Я потом действительно перешла на смоке айс. Почему ты такой фуфло художник? Вопрос перед зеркалом? Что за ужас? Так жилось 10 минут назад, пока на тебя не наткнулась. Всегда пожалуйста. Верните старую свету с прекрасными милыми рисунками, а не темной могильной атмосферой. Верните свету, которая не матерится и не выпендривается. Ну, мне далеко не 13 лет. Да, и людям свойственно меняться. Полностью согласен с чуваком, который наглядно показал, что не так за рутью. Лол, кичилось, что хорошо знаешь, и прокачал анатомию, а в итоге делаешь такие тупые ошибки. А ты специально ждал случай, чтобы я ошиблась. Во, хитрый. Че ты так страшно красишься? Бабайкой подрабатывал. Сколько б нормис не пытался стать нефром, нормисом и останется. Максимум позером будет. Если кто-то не совсем понял, о чем это сообщение, то я слушаю тяжелую музыку, хожу в метал мерчи и активно делюсь своими предпочтениями. При этом не строю всю свою личность на этом. Я люблю яркие цвета, плюшевые игрушки и рисовать своих ушастых эльфов. Просто люблю такую музыку. Но я, видимо, позер, потому что не знаю биографию собаки-барабанщика, который играл в группе только два дня и потом ушел. Кстати, нефорами становятся с пеленок. Держим в курсе. Это была лишь малая часть сообщений от моих хейтеров. Ой, простите, преданных фанатов. А если серьезно, то меня забавляют такие люди. Получается, ваше мнение ничего не стоит, ведь вы боитесь его отстаивать в комментариях или у меня в личных сообщениях. Да и не настолько у меня злая аудитория, что на вас накинутся. Если не писать бред, то вас могут даже поддержать к слову. Третье. Рисовки, обмазки и обводки. Я думаю, понятно, что мне как автору такое неприятно. Да. Я раньше писала в личные сообщения, мол, удалите порт. Сейчас мне плевать. Максим с друзьями похихикаем и все. Я понимаю, что в основном с рисовками занимались дети, но никто их не тянул публиковать это с подписью «Мой рисунок». В этой причине я замазываю ники, просто показывая примеры. Однажды я задумалась над тем, почему мне так неприятно видеть, как меня копируют. Все просто. Мне начинает казаться, что я больше не оригинал, а лишь одна из тех самых копий. Ведь этим художникам писали другие люди хвалебные комментарии, не знающие, что эта идея даже не их. Мои старые работы очень часто и много срисовывали. Иногда создавали целые аккаунты, построенные на срисовках моих работ. К примеру, вот этот аккаунт. Здесь очень много обмазок и срисовок с моих работ. Скрипшот чужой, так как автор специально меня заблокировал, думаю, что я ничего не узнаю. Это было наивно с его стороны. Также этот аккаунт. Не верьте, Свет Аврора Фокс, она нагло ворует мои арты. Хорошо, мы тебе верим. Иногда мне отвечали, мол, извините, такого больше не повторится. И ударяли все срисовки. А кто-то до последнего отнекиался или вообще меня банил. Мне кажется, или это обводка арта Свет Аврора Фокс. Но я точно не знаю. Мне просто кажется. Да, это так. Я снова взяла ее. Мне очень понравилось. Но обработала в своем стиле. Обработала в своем стиле. Буквально. Короче, я захотела попробовать рисунку, как у Свет Аврора Фокс. Арт я рисовала сама. Просто ее рисовкой. Там можно заметить по некоторым отличиям. А еще мне эта рисовка очень нравится. Но думаю, это один арт с ней. Рисовала сама. Но если наложить два рисунка поверх, то они совпадают один в один. Интересно. Примеров можно привести очень много. И все они неприятные. Кстати, фан-факт. Когда я сменила стилистику на более сложную, то вот так сюрприз, люди перестали срисовывать мои работы. Просто магия. Я бы не сказала, что у меня стало сильно меньше детской аудитории в процентном соотношении. Но более сложные иллюстрации явно непросто срисовать. Не совсем срисовка. Но все же, кто-то решил исправить мой рисунок. Я не против крить. Но содержание, конечно, специфическое. Привет. Вот и я. Как я обещала, вот Аврора. Конечно, было трудно что-то изменить, так как тут все не очень совсем как-то. То есть голова как дуршлаг. Мелкая пипяу. Сама она переломанная в области везде. Подбородок хочет домой. Глаз стал вместо двух глаз. Рот как горох, стручок. Я все поменяла. Надеюсь, все понравится. Пожалуйста, напишите, чтобы вы поменяли в этом, в скобочках, божественном арте. Мам, я хочу свет Аврору Фокс. У нас есть свет Аврора Фокс дома? Также свет Аврора Фокс дома. А если серьезно, то исправили так, что бровь съехала и стиль неузнаваем. А еще почему-то прикопались к ноге. В общем, все очень странно. Четвертое пародия. Я не знала, к чему это отнести, поэтому создала отдельный пункт. У меня была подруга в интернете. Она тоже рисовала и ввела свой аккаунт в инстаграме. Я участвовала в ее конкурсах и даже отрисовала ей рисунок за победу в моем челлендже. В общем, дружили, обсуждали персонажей и прочь. Но в один из дней она удаляет все посты на аккаунте и меняет аватарку. Я прихожу к ней в личные сообщения. Спрашиваю, мол, что произошло? Может у человека апатия, ее надо поддержать. Может ее взломали, кто знает. Но вижу сообщение. Хочу рассказать о том, что этот аккаунт одна огромная пародия на твой, если ты не заметил. Единственное, в чем она отличается, это то, что у моих персонажей очень темный сюжет. И я хочу его закончить. Проблема в том, что я набрала мелкую аудиторию, которой нравятся милые кавайные девочки. Не знаю, плохо это или хорошо. Но мне с подругой было интересно, сможем ли мы набрать мелкую аудиторию за короткое время, и рисую только милоту. Было печально это слышать, так как она ушла на новый аккаунт, но не дала никнейм. Соответственно, я не знаю, что с ней сейчас. Я специально не показывала ее рисунки или переписку. Человек давно ушел с аккаунта, хоть у меня и остались ее работы. Можно ли это считать полноценной пародией? Пятое. Сливы, выдача себя за другого человека и спам. Начнем с вот этого бенгера. А именно с этого поста. Вы спросите, что в этом рисунке такого? С рисунком все отлично, но давайте зайдем в комментарии. Сливы художника в личные фотки. Аврора заставляет насильно учиться и вся другая грязная информация. Сливы художника в личные фотки. Аврора заставляет насильно учиться и вся другая информация. Сливы художника в личные фотки и вся другая информация. Заходи, не жалей своей психи. Сливы художника в личные фотки и вся другая грязная информация. Заходи, не жалей своей психи. И этот гений мало того, что писал всем более-менее популярным художникам такое в комментариях, так еще и писал в ответ комментаторам, дабы люди в уведомлениях увидели, что им кто-то ответил, и пошли проверять этот аккаунт. И таким образом больше людей узнало о таком профиле. К сожалению, у меня не осталось скриншотов, поэтому расскажу только из слов. Профиль был закрытым, и за время своего самопиара под постами других художников, он набрал минимум 100 подписчиков и выложил два поста. Первый был «Обо мне соответственно». Если совсем коротко, то он просто перефразировал то, что я говорила у себя в сторис. К примеру, «Я много учусь, и у меня мало свободного времени». Что написал он? Правильно, Аврора нас сильно заставляет учиться. Гениально. Ну, а второй пост был мемным бредом от другой художницы, а-ля полхудожницы это Боинг 737. Все похихикали, и на этом аккаунте как бы всё, но шума навели знатно. Перейдем к другому примеру, а именно то, как один человек выдавал себя за меня и писал мне в комментариях со словами «Меня Аврору якобы взломали», и что на большом аккаунте сейчас сидит воришка. Приветик, возможно, вы можете меня помнить, однако я настоящая свит Аврора Фокс. Теперь я буду выкладывать работы на этот аккаунт, поскольку к прошлому я потеряла доступ. Всем хорошего дня. Рассмотрим аккаунт. Приветик, я Аврора, и я решила завести новый аккаунт. Рисую в сай 2, а также в традишке маркерами. Надеюсь, мы подружимся. Откроем её пост. Хочу рассказать вам поподробнее, почему я решила сменить аккаунт. Только что я, как обычно, зашла в Инстаграм, однако меня выкинуло из всех моих аккаунтов. Я не могу зайти ни в один из них, и при каждой попытке Инстаграм выдает ошибку. Поэтому этот профиль будет запасным, пока я не верну свой аккаунт. У меня есть теория, что мой аккаунт взломали. А важно, если кто-то будет доказывать с этих аккаунтов, что я фейк, это точно не я. Представьте моё лицо, когда оказалось, что меня взломали, и что я, оказывается, ещё и фейк теперь. По-моему, тогда я просто спокойно публиковала сториз, как что-то рисую. Причём до этого не публиковала такие рисунки. Чек, удалил аккаунт. Happy End. Насчёт спама, то мне однажды под одним из постов наспамили около 20 комментариев. Каждый с разного аккаунта, но с одинаковым содержанием. Аврора, покажи, думаю, поняли. Проведя исследование, я узнала, что это всё аккаунты по мемам, фотографиям машин с умными цитатами и прочим. Есть предположение, что кто-то заплатил этим пабликам, чтобы мне наспамить такие неприятные сообщения. Но вопрос, зачем? На тот момент я была арт-блогером с 27 тысячами в инстаграме. Не думаю, что своим мирным существованием как-то помешало людям. Непонятно. Шестое. Личная обида на меня. Я не знаю, куда впихнуть эту кул-стори, так что создала отдельный пункт. Короче, я ухожу с инсты. Простите, мне вообще теперь пофиг на всех. Мне надоело, что ничего не получается. Ибис слагает, нет времени. И ждать новый телефон сто лет пройдёт. Не хочу больше вести этот дурацкий блог. Короче, вернусь через года три, когда мне купят уже нормальный и качественный айфон. И я не буду ходить так. Всем прощайте. Мне абсолютно на всё пофигу. А знаете, почему я ухожу? Потому что вы неблагодарны. Я вам намекала, просила. Но вы, в итоге, под одним моим постом я не видела ни одного комментария, ни поддержки, ничего. А главное, будете скучать в кавычки. Я долго к этому шла, но вы отписывались и игнорировали мои просьбы комментировать. Я рисую не хуже свит Аврора Фокс. Так почему же она получает около 9 тысяч лайков? Я ноль. Почему у неё по одной тысяче комментариев под постом? А у меня ноль. Объясните, я для вас пустое место? А я думаю, что да. Поэтому я ушла из этой помойки. Всё пошло нафиг. Будем скучать. Удачи в будущем. Мдааа, когда я ухожу, так сразу скучать. А как я стараюсь, рисую ни одного комментария, ни одной поддержки. Почему свит Аврора Фокс получает в день по миллиону комплиментов, а я ноль? Я знаю почему. Потому что вам плевать на меня. Вы никогда меня не любили и не ценили мой труд. Уж не знаю, как на это отреазировать. Просто представьте моё лицо, когда я это читала. Человек узнал, что существует удача и, к сожалению, мир не всегда справедлив. Но виновата я. Седьмое. Странный комментарий на ютубе. О да, наслаждаемся. Света, вы говорили, что не обладаете завышенным ЧСВ, но после этих видео я наблюдаю обратное. Ну привет, Света. Объясни, пожалуйста, зачем ты в интервью говорила не только на русском, но и на украинском? Да, я понимаю, что ты из Украины и знаешь свой родной язык. Но блин, в своих видео говоришь на русском и аудитория у тебя собирается тоже русская. Но да, могут быть и украинцы, и белорусы, и ещё кто угодно. Это также может быть, ну эммм, поддержку своей родины, не знаю. Просто если хочешь говорить на украинском, то хотя бы переводи для той аудитории, которая не знает украинского языка. Пожалуйста. Потому что я из уважения отвечаю человеку на языке, на котором был задан вопрос. Был бы на английском задан? Пожалуйста, ответила бы на английском. Это элементарное уважение к человеку. Здесь только рассадник детей с отсутствием критического мышления и парочка адекватов. Автор ролика тоже не блещет логикой. Очередной нарцисс уровня Рембрандт. Вторая Леви такая же. И я не срисовываю, просто у меня жалобы от малолетов. И если я возьму у тебя стиль глаз, не полностью, конечно, ты будешь не против? Я помню, когда она еще в лайке была. У меня не было лайка. Можно озвучку на видео, а то так невозможно смотреть без крови в ушах. Ты в фурии? Про лук на галящейся яичнице. Это невкусно, так как лук размякнет. А вот на готовую яичницу можно его посыпать. Я так считаю. По-моему, этот комментарий никак не относится к видео. Как у Юги с параллаксом? Есть ли отклонения точки на экране от кончика стилуса? Или они совпадают по всему экрану? Что насчет матриц? Пиксели видны? Что насчет цветов? Натуральны ли они по сравнению с айпадом? Или не очень? Почему ничего не говоришь об этом? Лишь бы рекламку впихнуть, пусть покупают. Это не обзор, а пустая болтовня о себе любимой. Я не техноблогер. Будь проблемы с матрицей, то я бы об этом сказала. Только половина видео ушла на рекламу. Стоп. Приблизительно 5 от приблизительно 20 минут. Это половина? Скорее уже чесверть. Руки выглядят ужасно. Почему они такие кривые и слипшиеся? Так никто пальцы не держит. Новички. Имха. Не надо вам смотреть этот ролик и тратить время. Ролик подходит для тех, кому больше интересна теория, а не практика. Как уже писали в комментариях, тут только теория и вас не научат рисовать в перспективе. Ищите нормальные гайды, тренируйтесь, найдите картинки с перспективой и пробуйте перерисовать. Потом сравните свой рисунок и референс. Что у вас получилось, а что нет? Удачи! Лайков накидайте, чтобы автор увидел и в следующий раз работа над целевой аудиторией своего ролика получше. А разве теория не важна? Без теории не будет нормальной практики. Или я что-то не так поняла? Я не могу взять руку зрителя и ему лично показать, как именно в этом рисунке выглядит перспектива. Тогда уж преподаватель нормальный нужен, который поможет с практикой. Ну, упс, он не бесплатный. А видео на ютуб бесплатные. Я пока преподом не нанималась работать. Извини, но когда ты говоришь на русском, такой звук г недопустим. Это речевая ошибка языка. Когда говоришь на украинском, это, конечно же, окей. Это составляющая вашего языка. Но в русском такого нет. И это является ошибкой. Без обид только. Я, конечно, все понимаю, но буква Г это что-то максимально ломающее уш. Плюс, сложно слушать. Давайте поплачем о том, что у меня украинский акцент и это так мешает смотреть видео. Было бы лучше, если бы она сначала научилась рисовать, а потом уже в скубочках снимала свои туториалы. Вот-вот, автор хорошо рисует. А если она рисует не в реализме, то это не значит, что автор не умеет рисовать. Ха-ха. Ну и главный шедевр, который стал мемом у меня в телеграм-канале. Ну да, говоришь, что знает перспективу, а сама никогда чего такого не постила и не рисовала. Да я могу загуглить, и все найдется. Честно скажу, что разочаровалась в тебе, Настя. Радовалась видео. Но блин, ты как будто с книжки математики списала. Спасибо за ваше мнение обо мне. Но я не Настя. На ютубе есть и куча других более приятных и крутых комментариев. Но именно на ютубе я больше всего получаю негатив, если быть честной. Кстати, теперь я Настя. Восьмое. А раньше было лучше. Перейдем к теме. А раньше было лучше. Или. А прошлая версия мне нравится больше. Чувствуете? Это у меня глаз дергается. Так вот. Так я рисовала в 2020. Так в 2022. А так сейчас в 2024. В 2022 у меня сильно изменился стиль. По двум причинам. Первая. Это то, что я перешла с гигантского экранника на маленький айпад. А вторая причина. Это то, что я чувствовала себя максимально отвратительно в том году. Я будто психически не могла нарисовать что-то сложнее. И я постоянно находилась в своей зоне комфорта. И мне не хотелось что-то усложнять. А также я экспериментировала со стилем. В тот период мне ничего не писали про регресс и прочее. Но в 2024 началось бурление. Что вот раньше-то оказывается было лучше. Я уже упоминала этот момент. Но думаю не все видели масштаб сия флешмоба. Начнем с перерисовок старых работ в инсте. Я делала реддраф на вот эту работу. Время власти ранее не самая лучшая перерисовка. Но давайте глянем комментарии. Не знаю кому как. Но мне больше нравится старый рисунок. Разница? Нет. Не слышали. Думаю под этим постом было куда больше комментариев. Просто моя нежная версия из прошлого скорее всего все удалила. Я думаю почти все согласятся, что версия справа куда лучше. Почти. Конечно второй арт потрясающий. Но первая не больше нравится. Мне кажется что 2022 год лучше. Вай. Две работы просто прекрасно. Но мне лично нравится больше твой старый стиль. Мне лично тоже. Но скорее всего из-за того что я смогла улучшить свой стиль тогда когда у Светы был старый стиль. Очень круто. Но мне больше нравится прошлый стиль. Также я сделала вот эту приколю. Но люди в комментариях не поняли что слева я как ютубер. Справа мои полноценные работы. Если бы я хотела сравнить два стиля тогда и сейчас. То я бы не вставила скриншот из своего видео. Но было уже поздно. Слева конечно. Это уникальный стиль который был придуман самостоятельно. А справа конечно красиво. Но обычный реализм. Я за уникальность. Кусы вкусами. Но разве я рисую в реализм? Вот это реализм. То есть это вообще ноль уникальности и самостоятельно. Окей. Также я нарисовала вот этот арт. Наверное полгода назад. Крутой челлендж чтобы оценить и весь свой пройденный путь. Смысл в том чтобы нарисовать одного и того же персонажа. Но используя свой стиль с разных промежутков времени. Ну и тут пришли они. С каждым годом стиль все сложнее и красивее. Но мне кажется что он теряет свою изюминку. Почему мне нравится больше как было два года назад? Случай по предпоследнему стилю. Все же отдаю предпочтение стилю который был два года назад. Нет. Определенно мне нравится и стиль который сейчас. Много всяких прорисованных деталей. Но все же он стал быть похожим на типичный реализм. И нету той изюминки что ли. А также рандомный комментарий под одним из постов два года назад. Блин. Я даже не знаю твои работы были ранее что ли лучше, живее. А теперь как-то странно стало с этим диджиталом. Я на тебя уже с 2019 года подписана. Но мне правда перестало нравиться твое творчество. Тем более теперь когда ты рисуешь каких-то странных персонажей с огромными носами и странными руками. Выглядит как-то ну не знаю. Если тебе так нравится старый стиль, то зачем ты пытаешься его вернуть? Какой целью? Не проще ли найти художника который рисует в той самой упрощенной стилистике, которая нравится именно тебе? Кто-то скажет. Ну это же фанаты и они скучают. Нет. Это не фанаты. Фанаты наоборот поддержат любые изменения автора. А это просто любители ностальгировать. Вообще, вся эта тема стара как мир. И говорить тут можно вечь. Кстати, сейчас мне такое больше не пишут. Было бы интересно узнать почему. Но и этот диалог прекрасен. Да, это обсуждение меня, но в чужом телеграм-канале. Я за ней слежу с инсты 2020 года. Брос жесткий регресс, кстати. Она раньше так красиво рисовала яркими цветами в аниме стиле. Были детализированы работы. И хотелось бы спросить, почему случился такой регресс? Стиль сменила? Стиль тот же. Именно качество работы ухудшилось. Я из-за этого перестала за ней следить. Пыталась в телеграм-канале как-то интересоваться ее творчеством, но... Что-то не то. Не то как-то. Но мне кажется, что у людей, а может это касается лично меня, отталкивает палитра, острота стиля и наляпистость. Очень неаккуратно стало и грязно, я бы сказала. Нет детализации. Что? Анатомия лучше стала, реализма прибавилась. Это субъективно. Мы скорее говорим о самом оформлении. Грязные толстые линии, отсутствие прорисования мелких деталей, палитра и наляпистость. Если сравнивать с 2020 годом, у нее регресс, и это не оспоришь. Были более детализированные работы с 2020. Можно, в пример, привести знаки зодиака или ту же полноценку в цветах растения. Если сравнивать именно полноценки скилл выше в 2020. Опять же, знаки зодиака и полноценки последней с 2020 года не стоят с нынешним скиллом. Тогда был стиль узнаваем. Да и работы читабельнее. Это субъективное мнение, опять же. То есть, ты сейчас на полном серьезе утверждаешь, что работа на первом скрине на 5 голов превосходит работу на втором? Если это не тупой рафлабайт, то попробуй посмотреть на работу с открытыми глазами. Регресс в том, что она стала рисовать людей более анатомично и нашла для себя комфортную цветовую палитру. Жесть тут комментарии. Благо, сейчас таких споров нет. И не буду скрывать, я довольна тем, что смогла улучшить стиль настолько, что больше никто не пишет, что раньше было лучше. Девятое. Итоги конкурса. О да, итоги конкурса. Я плохая и не умею выбирать призеров. Извините. Хотя, во всех конкурсах написано предупреждение, что выбор будет субъективен. Поэтому, если вас это задевает, то советуем воздержаться от участия. В большинстве люди довольны местами и рады за участник. Но в каждой бочке меда есть ложка дегтя. Сейчас чекнем комментарии. Итоги полный бред. Если сравнивать 4 и 6 место, было сказано, что атмосферу менять нежелательно, как и позу. Вы со своей подругой оценили работу отвратительно. Такое ощущение, что вы их не просмотрели. Второе место вообще фон не проработан. Изменено освещение и идея. Если ставить условия, оценивайте по условию, а не каком кверху. Не понимаете? Была куча работ намного лучше. И расстановка мест вообще туфта. Единственное, с чем можно было согласиться, это первое. А все остальное, нет. Было много художников лучше. Админы группы изначально дали понять, что если вы не готовы к чужой оценке, то лучше не участвуйте. Я не могу согласиться с тобой в твоей расстановке мест. Ты не можешь согласиться с Авророй. Все. Согласен. Но все равно немного жаль других скилловых художников. Со мной могут согласиться остальные, и их будет большинство. Я не являюсь участником, я наблюдал со стороны. Да, аниме опять побеждает. Админы группы много раз писали, что это их собственный взгляд на работы. Каждому может нравиться все, что угодно. Вообще, конечно, какие-то работы тоже заслуживали места. Но админы ведь не имели в виду, что если ты не получил места, то твоя работа фуфло. Конечно, нет. Глупо говорить, что админы плохо оценили работы. У каждого свой взгляд и предпочтение. Мест было немного, чтобы поместить все прекрасные работы художников. Все, кто участвовал, молодцы. Просто кому-то может нравиться что-то другое. Что за бред на втором месте оказалась, вторая картинка? Не, ну Аврору ничего не меняется. Вон там даже на пятом месте есть арты лучше, чем за второе место. Но первое место заслужено. Лайк. Удивительно, что первая работа на втором месте его заняла. Такая безвкусица. За что так второе место? В прошлый раз первое место на Дитюсе занял человек, который и в этот раз оказался на первом месте. Безусловно, его скилл зашкаливает. Работа невероятна. Однако не кажется ли, что на этот раз первое место можно было дать другому человеку? Может это только я так думаю. Но все-таки, если так будет продолжаться, то другие люди не будут иметь хотя бы малюченькую возможность занять первое место. Все было честно. Человек выполнил все условия, как и все остальные участники. Не вижу причины отстранять его от последующих конкурсов. Простите, но я видимо не так выразилась. Я не имела в виду, будто Шен Ри не старалась. Даже наоборот, видно, что ее арт космически хорош собой. Я больше имела в виду шанс для других людей, которые тоже явно сильно постарались. А будто та художница не старалась от слова совсем. Все старались. Что могу сказать? Устраивайте свои конкурсы и сами выбирайте призеров. Тем более, в последнее время я выбираю их со своим вторым админа. Работ было более 300 штук, а мест всего несколько. Это трудная работа, которую обычно обесценивают. Опа! А вот галдеж в чужих телеграм-каналах обо мне, когда человек не выиграл ни одного места. Неужели? Я не достойна хотя бы третьего места. Как же понимаю? Это не последний конкурс, так что не стоит так сильно переживать. Ну а вообще, они офигели, блин. Такие офигевшие и не поставили на первое место. Ну как они могли? Какая мораль у этого ролика? Да, просто нужно помнить, что блогеры это такие же люди, как и вы. У них есть как и достоинства, за которые их любят, так и недостатки. Ну и то, что порой быть блогером, это не только получать комплименты и восхищение о свой адрес. Ну а еще мне просто хотелось покрысятничать с вами, обсудив все негативные комментарии и публичные сообщения. Да, я физически не смогла рассказать о всех случаях, что что-то я уже забыла, где-то упустила и так далее. Я не хочу заканчивать это видео на негативной ноте, поэтому зачитай и приятный комментарий, ведь есть и позитивная сторона, которая меня поддерживает. Вау, на самом деле вы очень сильно прориснули за этот год, я очень рада за вас, желаю больших успехов в творчестве. Анатомия дико выросла, стилизация приобрела величественный вид, а эмоции вы показали в сто раз ярче, чем год назад. Вы умничка. Я думала лучше, чем на первой не будет, но потолок оказался двойной. Вау, Ксидориан Фокс, у тебя самые красивые лучшие рисунки. Если честно, я тоже рисую, и у меня есть телеграм, и вк канал. Только вот у меня все приходит вяло, но я уверена, что у меня все получится, ведь я каждый день смотрю твои видео на ютубе и слушаю советы, они мне помогают. Я новая подписчица, хочу сказать то, что я только пришла сюда, но я вижу, как ты все красиво делаешь, прорабатываешь, еще и глаза обрабатываешь красиво. Само по себе выглядит очень круто, я могу бесконечно листать разные арты, карандашом намного сложнее рисовать, кому как, чем на бумаге, как я считаю. Мне очень нравится, как ты все делаешь, и пропорции тоже хорошие, все прекрасно, с фантазией тоже проблем нет, чтобы нарисовать что-либо. В принципе, тебя можно назвать настоящим видом художника. А еще хочу сказать, продолжай прокачивать скилл, потому что не каждый сможет таким обладать. Ну и удачи. Пожалуй, скажу, что напоследок я уверена, что у тебя скоро будут быстро расти подписчики. Ты очень активно и стараешься, это видно. Поэтому я решила остаться. Спасибо, что выслушала. Удачи в жизни. Тетя Светофор, вы вдохновляйте своим творчеством не падать в артблок. Спасибо. Как красиво, ё-моё. Аврора, вы меня вдохновили на создание референсов для моего персонажа. Спасибо вам. Безусловно, у меня достаточно добрая и мирная аудитория. Несмотря на все эти негативные комментарии и сообщения из видео, большинство людей меня поддерживает. Я читаю ваши комментарии, и они дают мне надежду, что я делаю свое дело не зря. За все 6 лет ведения соцсетей я столько всего пережила. Изменились как моя личность, так и мои цены. Но я рада, что до сих пор меня поддерживают и окружают те, кому моя творчество не безразлична. Те, кого вдохновляют мои труды. Те, кому просто нравятся мои работы. Те, кто даже несмотря на все, готов поддержать меня в комментариях. Я правда ценю свою аудиторию. Да, я не всегда могу ответить на все сообщения, но я стараюсь вас поддержать в ответ. Мне очень нравится ваше фанатское творчество, вы очень круто рисуете. Спасибо, я вас люблю. К сожалению, мы запоминаем негатив лучше, чем позитив. Но каждый раз я напоминаю себе, что у меня есть те, кто любит мое творчество и будут на моей стороне. В общем, желаю позитива и любви. Всем спасибо за просмотр, всем удачи. Ну и до новых встреч на этом канале. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok